Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня хочу продолжить серию сюжетов к Новому году. Недавно я снимала мастер-класс, как же можно при помощи цветных гелей изобразить на ноготках кожу рептилии. Не все, к сожалению, справились с таким мастер-классом, поэтому сегодня покажу вам немножечко упрощенный мастер-класс. Мой канал, как я уже неоднократно говорила, направлен на мастеров, которые только вступили на путь мастерства и многого не знают, многого не умеют. Поэтому я даю какие-нибудь советы и рекомендации, кроме этого показываю и рассказываю, каким образом использовать тот или иной инструмент, аксессуар, средства для дизайна. В интернет-магазинах и магазинах ногтевого сервиса сейчас огромное количество различных наклеек, стикеров, различных фотодизайнов. Один из мастер-классов по работе с фотодизайном я уже для вас снимала. Ссылочку на этот мастер-класс оставлю где-нибудь здесь. Вы сможете посмотреть, каким образом можно приспособить фотодизайн, который будет смотреться очень красиво на ноготочках. Зайдите по ссылочке и посмотрите этот мастер-класс. Всю информацию о том, какой материал я использовала в мастер-классе, я оставлю под видео. И конечно вы сможете связаться с тем или иным магазином, либо приобрести что-нибудь похожее в ваших магазинах ногтевого сервиса. Сегодня я вам покажу мастер-класс, каким образом можно приклеить стикер, который не имеет никакой не липкой основы и не имеет никакой возможности приклеиться на липкий слой геля и так далее. Я приклею его на клей для ногтей. Таким образом можно приклеить любые стикеры, у которых бумажная основа, а также можно купить ткань в тканевых магазинах, которая напоминает кожу рептилий. Ткань должна быть очень тоненькая. Этот дизайн будет очень красиво смотреться на ноготочках, но приклеить его желательно конечно на клей для ногтей. Надеюсь этот мастер-класс вам понравится. Итак, поехали! Я подготовила ноготок, опилила его, зашлифовала и убрала пыль. Теперь на этот зашлифованный ноготок я приклею подготовленный вот такой кусочек рептилии. Я вырезала так, как мне хотелось. Скруглила уголки и теперь клеем для ногтей я приклею этот дизайн. Дизайн приклеился очень хорошо, нигде не торчит, нигде не мешает. Теперь я перекрою его моделирующим гелем. Теперь отправлю в лампу. Высох моделирующий слой. Теперь буду использовать вот такие микроблестки. я спрячу неровный край дизайна. Таким образом добавлю украшение, блеска, ноготочку. Теперь отправлю в лампу подсох дизайн, стряхну лишние блестки, которые не прилипли и перекрою финишным гелем с липким слоем. И в лампу гель высох, я вытру с него липкий слой. Этот дизайн можно оставить так, а можно его еще доработать. Для того, чтобы доработать, немножечко пройдусь бафиком, стряхну пыль, и обезжирю. Теперь предлагаю подрисовать наш дизайн. Рисовать я буду вот такой кистью торговой марки Эми и гель краской черный тюльпан. Рисовать не обязательно. Достаточно сделать несколько штрихов. Игорь Негода. отправим в лампу дальше я буду использовать фольгу переводную торговой марки эми цвет розовый я отрезала маленький кусочек этой фольги легкими движениями переведу фольгу на черный кирпан фольгу на черный кирпан м вот таким образом перевелась фольга теперь я отправлю закрепиться фольгу на несколько секунд в лампу высок дизайн закрепилась фольга теперь я перекрою весь ноготок финишем с липким слоем и снова в лампу финиш высох и я сниму липкий слой вот такой нарядный получился ноготок дорогие друзья это был несложный мастер-класс надеюсь вы с ним справитесь обязательно напишите мне об этом почитаю все ваши комментарии жду ваши отзывы жду ваши лайки пальчики вверх подписывайтесь на мой видеоканал не забывайте о том что скоро будут новые мастер-классы и вы узнаете об этом первыми с вами была Светлана Соколова пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok